Ломбарды в Украине с приходом кризиса удвоили прибыль. Людям нужно покрывать хоть какие-то долги, и на волне сворачивания кредитных ресурсов в банках ростовщический бизнес получил новую жизнь. Обращаясь в данную контору, на всякий случай требуйте документы о законности работы конкретно взятой точки. Это обусловлено тем, что количество предпринимателей, готовых заработать на нужде украинцев, стало в пять раз больше. Помимо расширения клиентского слоя, в который теперь входит и средний класс, увеличился и перечень предметов, под которые ломбарды готовы сужать деньги. Теперь это не только традиционные драгменталы и бытовая техника, но и антиквариат, недвижимость, автомобили, ценные бумаги, практически все, что представляет хоть какую-нибудь ценность. Однако прежде чем решиться сдать вещи в ломбард, следует понять, сколько придется переплатить за ссуду. Узнайте реальную годовую ставку, а не ежедневную комиссию. Так, суда по драгоценности обходится в 80-х, 2% в день, а это, между прочим, до 730% в год. Как и процентная ставка, размер суда зависит от вашего статуса как клиента и предмета залога. За золото и драгоценности ломбарды выдают до 90% от их рыночной стоимости, а вот за квартиру дадут только 60, и то, если эта сумма не превышает 200 тысяч гривен. За каждый день просрочки выкупа вам придется платить двойную ставку. Не уложились в одну-две недели с момента указанного в договоре, залог продают. Купленное же в ломбарде не сопровождается никакими гарантиями, даже на то, что ранее вещь могла быть украдена. Если, например, на вас выйдет старый хозяин с милиции и опознает кражу, то закон будет на стороне ранее обворованного, и вам придется остаться ни с чем. КОНЕЦ